В Оренбурге половина седьмого. Коротко об основных событиях середины недели в материалах корреспондентов телеканала регион. Добрый вечер. И в начале улица Туркестанская во второй половине дня встала в огромной пробке. На остановке Парковская произошло тройное ДТП с участием ВАЗа 2115, УАЗика и троллейбуса седьмого маршрута. В аварии никто не пострадал. Досталось только отечественной 15-й, которая въехала в бок троллейбуса. Как произошло дорожное происшествие непонятно. Никто из его участников не захотел общаться с журналистами. Но из-за того, что авария произошла посреди проезжей части, образовалась пробка из центра в восточный длиною в несколько сотен метров. А тем временем главный полицейский Оренбуржья потребовал построить пешеходные переходы и установить камеры видеонаблюдения. На вчерашнем заседании законодательного собрания Михаил Давыдов отметил, что в последние годы застопривался проект «Безопасный город», предложив депутатам расширить географию установки комплексов видеофиксации, а также обновить те камеры, которые есть. По мнению начальника регионального УВД, камеры видеонаблюдения, установленные в людных местах, позволяют пресекать правонарушения. И с их помощью легче найти преступников. К примеру, в прошлом году выявлено 37 преступлений и составлено 251 административное правонарушение. Также Михаил Давыдов заявил о необходимости реконструкции и строительстве новых безопасных пешеходных переходов. И сегодня мои коллеги Юрий Мишенин и Дмитрий Примачек вместе с экспертом в области безопасности дорожного движения проехали по Оренбургу и выяснили, на каких улицах действительно нужен пешеходный переход, а где зебры, наоборот, стоило бы убрать. Лавируя между машинами, женщина идет на остановку общественного транспорта. Говорит, видела, что ее снимают, знает, что нарушает правила дорожного движения. Но по-другому здесь никак. Ближайшего пешеходного перехода нет. Если идти туда, а мне на 63-й нужно доехать до Кушкулей, где мне нужно перейти на железную дорогу, до Волгоградской дойти, а если с пакетами, естественно, лучше здесь перебежать. И таких нарушителей по неволе на этом участке достаточно. Остановка общественного транспорта, рядом огромный торгово-развлекательный комплекс, а переходы даже не видно, он где-то там, уж очень вдалеке. Вот и бегут пешеходы через дорогу на свой страх и риск. А как еще пройти на остановку, если у меня в Кушкуле ехать надо? Вообще очень плохо, что нет пешеходного перехода. Сюда мы приехали, конечно же, не случайно. Это место, как одно из самых опасных, назвали горожане в опросе, который в соцсетях проводила общественная организация. Были названы не только те места, где отсутствуют пешеходные переходы, но и пешеходные переходы, которые, по мнению жителей, являются небезопасными. Было названо 28 пешеходных переходов, 28 участков в городе. Вот еще один из списка. Улица Шоссейная. Пешеходный переход тут есть. Знаки вполне себе современные. Только с одной стороны проход расчищен, а с другой завалы. Снежная целина. Очевидно, люди тут не ходят, потому как не могут. Тут нарушения. В управлении по организации дорожного движения согласны. Обещают, выпишут предписание в Северный округ, и виновных ждет административное наказание. Снег там точно уберут. А вот с пешеходным переходом у Армады так быстро решить вопрос не получится. Дело в том, что остановки общественного транспорта на перекрестке быть не должно. Буквально в декабре прошлого года мы написали информацию в Управлении строительства и дорожного хозяйства о необходимости переноса остановки общественного транспорта на 100 метров по ходу движения. Таким образом, остановка убирается из зоны пересечения, строительства, соответственно, тротуаров и подходов к пешеходному переходу. И после того, как эти мероприятия будут проведены, пешеходный переход там будет нерегулирован. Но пешеходный переход отнюдь не панацея, потому общественники просят оренбуржцев быть внимательными и самим о себе заботиться. Уважаемые пешеходы, если вы хотите остаться живым и невредимым, переходя улицу, будьте внимательны. Убедитесь в том, что вас пропускают автомобили, даже если вы переходите дорогу на регулируемом переходе на зеленый свет светофора. Юрий Мишенин, Дмитрий Примачек. Наше время. Шпионские штучки не пройдут. В этом году во всех школах Оренбуржия во время сдачи ЕГЭ будут глушить сотовую связь. По задумке такая мера обеспечит абсолютную прозрачность самого экзамена и повысит доверие населения к его результатам. Тем, кто соседствует с образовательными учреждениями, паниковать не стоит. Связь будет гаситься локально. Исключительно в тех стенах, где 11-классники сражаются с тестами. Надо сказать, это не единственное новшество. Например, число общественных наблюдателей, которые будут следить за сдачей ЕГЭ, увеличится до 130 человек. В прошлом году их было лишь 39. Кроме этого, появится единый региональный центр онлайн-наблюдения за всеми классами и аудиториями, которые задействованы в испытании. Пугают ли все эти ноу-хауы самих выпускников и их родителей? Екатерина Киселева это выясняла. Мы будем продолжать готовиться к единому старственному экзамену. Каждый получит индивидуальное задание. Готовиться к ЕГЭ 11-классники начали еще в конце 10-го. Но сейчас для будущих выпускников, конечно, самая горячая и ответственная пора. Они пробуют одновременно определиться с выбором будущей профессии, налегают на профильные предметы, пытаются полазить с обязательными. Вот Саша Шабальна, возможно, наша будущая коллега. Она абсолютный гуманитарий, мечтающий о журналистике. Но сдавать ведь предстоит еще и математику. Я за математику переживаю. Нет у меня к ней какой-то склонности, но я стараюсь все равно. С такими проблемами в школах борются как могут. Консультации индивидуальные и групповые, занятия с вузовскими преподавателями. Но результаты ЕГЭ прежде всего зависят от стараний самих выпускников. Стас вот месяц в нефтянике, потому в профильные предметы погружен с головой. В первую очередь это химия, поскольку там очень много подводных камней. Хожу на дополнительные курсы в институт ОГУ. Там проводят групповые занятия по математике, по химии. И также дома занимаюсь, прорешиваю тестовые задания. Впрочем, педагоги больше боятся не за предметную подготовку ребят, а за психологическую. Волнение, к сожалению, самые прочные знания подрывает. Дети очень часто выполняют работу в классе лучше, а на ЕГЭ чуть хуже. Вот эти волнительные моменты сказываются. ЕГЭ решает нашу дальнейшую жизнь, потому что от этого поступим мы или нет. Так что это очень волнительно, даже обычный пробник для нас это очень волнительно. В Министерстве образования 11-классников спешат успокоить. В этом году сам формат экзамена не изменится. Чуть жестче станет механизм контроля. Камеры видеонаблюдения сохранятся во всех пунктах. В некоторых их осовременят. Кроме того, появится единый региональный центр онлайн-трансляции. Впрочем, бдить за испытанием будет не только электроника, но и 130 общественных наблюдателей, которые уже прошли специальную подготовку. Но главное новшество даже не в этом. В этом году все пункты проведения экзамена будут обеспечены, кроме того, что металлодетекторами, но еще и глушителями сотовой связи. Впрочем, и это ноу-хау не стало громом среди ясного неба ни для учеников, ни для учителей. Я как учитель с опытом, я стараюсь работать, например, начиная с половины года уже, с января начинаю работать только в бланках. Я лишаю детей телефонов, то есть собираю обязательно телефоны. И оставляю их наедине со своей работой, поэтому они набирают этого эмоционального опыта. На всякий случай в министерстве напоминают. Шпионские штучки, микроскопические наушники и волшебные электронные брелоки лучше оставить дома. Влечет за собой отмену результатов, невозможность пересдачи этого предмета в текущий учебный год. А если это будет установлено тогда, когда ребенок аттестат получил, решение об аннулировании аттестата. Впрочем, до этого едва ли дойдет. Оренбург как-никак славится блестящим результатом ЕГЭ и рекордным количеством стобальников. Мы уверены, что мы сдадим хорошо. Екатерина Киселева, Константин Воробьев. Наше время. И на этот час пока все. Хорошего вечера. Увидимся в 20.00. Субтитры подогнал «Симон»!